Прежде всего, рассмотрим причины возникновения новойской решений. Несмотря на то, что реализационные базы данных являются хорошим решением для проектирования любых моделей данных, это решение, как правило, плохо масштабируется. А с ростом количества данных потребность в распределенных с УБД резко возросла, и это является одной из ключевых причин возникновения новойской решений. Другой причиной возникновения нереализационных с УБД стала потребность в быстрой работе с данными. Реализационные базы данных, как правило, имеют множество компонентов для того, чтобы удобно было писать запрос и удобно работать практически с любой файловой системой или операционной системой. Однако, все эти компоненты, обеспечивающие удобство и универсальность, накладывают ограничения на скорость доступа к данным. И особенно это заметно на каких-то простых операциях. Поэтому второй ключевой причиной распространения нереализационных с УБД является отказ от компонентов, обеспечивающих универсальный доступ к данным посредством языка SQL, например, для того, чтобы обеспечить быстрый доступ к данным и работу с ними для определенных классов операций, как правило, достаточно простых. И также, когда мы говорили о недостатках реализационной модели данных, то мы отметили, что несмотря на то, что практически любую задачу можно моделировать с помощью реализационной модели данных, не всегда эта модель является достаточно простой для восприятия человеком. И нереализационные базы данных, как правило, могут предоставить для каких-то специфических задач более простые инструменты моделирования. Хотя данные специфические задачи могут встречаться сейчас намного чаще, чем раньше. Примером такой задачи может послужить хранение документа с некоторыми списками. Для реализационной базы данных нам понадобилась бы основная сущность, в которой мы храним документы, и также сущности для каждого из списков, содержащих все их возможные значения. А в случае, если бы мы рассматривали связь многих ко многим, вхождение элементов списка в сам документ, нам потребовались бы еще и дополнительные таблицы, которые обеспечивали бы связь многих ко многим. В случае нереализационных баз данных мы можем смоделировать их таким образом, чтобы списки были встроенными элементами какого-то конкретного документа. И таким образом мы упростим схему нашей модели данных.